Гэп не ки. Мы тут провели дорогущее исследование и выяснили, что только 13% нажали на колокольчик. По сравнению с другими ютуберами мы почти на дне. Так еще треть из этих отключили уведомления ютуба, поэтому включайте уведомления, иначе колокол просто не будет работать. А остальные? Жмякайте колокольчик, давайте доведем хотя бы до 20%. Не позволяйте себе пропустить и без того редкие видосы. Зачем вы заходите на этот канал? У меня нет интересного лайфстайла или глубокого декольте. Развлекухи, дома 2 и прочих ярких картинок здесь тоже не особо. Вы заходите, чтобы события, происходящие в вашей жизни, предстали в новом, неожиданном свете. И после просмотра видосика выпалить, блин, я об этом как-то не думал. Вот сейчас именно такой случай. Перед началом я вброшу пару кликбейтных утверждений, и придется досмотреть до конца, чтобы понять, что государство – это временное изобретение индустриальных людей, почему женщины постоянно опаздывают, и по какой причине люди занимаются любовью примерно в одно время. Если честно, то даже не знаю, с чего бы начать. Попробуем с одного простого маленького фактика. Последние 12 тысяч лет мир находится в конфликте трех цивилизаций. 12 тысяч лет назад началась сельскохозяйственная эпоха. 300 лет назад на смену начала приходить индустриальная. Ну, помните этих луддитов, когда в 19 веке работники текстильных фабрик уничтожали свои станки, потому что механизмы забирали рабочие места. Сейчас это кажется странным, ведь мы, наоборот, воспитываемся в духе, что после школы встанем у станка. Но давайте будем обо всем по порядку. Дело не только в станке, и в том, что в свое время он забирал рабочие места. Дело в целом укладе жизни, который затрагивает семью, образование, медицину, работу, страну, законы, политику и даже развлечения. И прежде чем увидеть в нашей обыденной жизни признаки завода, надо сначала посмотреть, как мы жили раньше. Как возникала первая цивилизация. В течение долгих тысячелетий на Земле устанавливалась первая сельскохозяйственная цивилизация. Рыбаки, собиратели и охотники жили небольшими группами и были, так сказать, примитивными, на фоне прогрессивных аграриев. От Китая до Мексики возникал новый мир. И несмотря на внешние различия, у всех имеется фундаментальное сходство. Земля в этих странах была основой не только экономики, но еще и культуры, семейной жизни и политики. В каждом обществе существовало простое разделение труда и небольшое количество четко определенных каст и классов. Знать, священники, войны, рабы или крепостные. Во всех таких странах власть была авторитарной. Повсюду положение человека в жизни определялось фактом его рождения. Безусловно, были и исключительные случаи, когда в Древней Греции выпускали массовую продукцию, что было похоже на вторую цивилизацию, но такие проблески не приобретали глобальный масштаб. Глобально все экономики всех поселений обслуживали себя сами. То есть потребляли то, что производили, а производили то, что хотели потреблять. Сделаем реверанс в сторону блокчейн-фанатов. Децентрализованная экономика, то есть независимая от центра, существовала еще 12 тысяч лет назад. И главным отличием от нашего времени было отсутствие рынка. Нет, конечно же, редкие предприниматели занимались торговлей. Вспомните школьные учебники по истории. Там, если упоминались торговцы, то обязательно этому бедолаге нужно было струячить морем в Индию. Черт знает сколько недель, захватив с собой пять кораблей и все ради чего. Чтобы привезти обратно перец или гвоздику. Ты боишься в другой город переехать? А представь, как тяжело было тогда организовывать бизнес. Когда нет дорог, нет контейнеров, нет средств связи, и если корабль твой потеряется, ты узнаешь об этом месяца через два. И я не говорю уже о том, что, проходя через разные территории, была путаница пошлин, налогов и денежных единиц. А ведь доллары тогда не принимали. Во время путешествия по Европе, законы менялись столь же часто, как и лошади. В общем, один сплошной геморрой. И справиться с ним могли лишь единицы. Галецкие и Безоса своего времени. Поэтому люди работали не ради рынка. Люди работали, чтобы прокормить свою семью в своей деревне. Попробуйте сравнить со своей работой. Вы делаете то, что лично вам не нужно. Но вам за это заплатят деньги, чтобы на них взяли то, что нужно. Это главное отличие от прошлой цивилизации. Фернан Бродель пишет. Так вот, между 15 и 18 веками мир представляет все еще огромную крестьянскую страну, где от 80 до 90% людей живут плодами земли и только ими. Ритм, качество, недостаточность урожаев определяют всю материальную жизнь. 60 или, может быть, 70% всей продукции Средиземноморья никогда не поступало на рынок. И самое занимательное, что такой уклад жизни с редким и мелкомасштабным производством вывел по роду очень провинциальных людей. Большинство из них соотносили себя только с местом, где они родились. Интересы, выходящие за пределы данной местности, были лишь у очень небольшой группы. Именно первая цивилизация породила выражение «Где родился, там и пригодился». И по-другому быть просто не могло. Люди жили в больших семьях, включавших в себя несколько поколений. Вместе с дядями, тетями, родней со стороны супруга, дедушками, бабушками и двоюродными братьями или сестрами. Причем все они обитали под одной крышей и работали вместе, как производственная ячейка. Жизнь на работе и жизнь дома были слиты друг с другом. Разделение обязанностей было примитивным. Функции менялись по потребностям сезона, или из-за болезни родственника, или по своему выбору. И у этой сельской ячейки не было зависимости ни от других городов и уж тем более стран. Не то что сейчас. Сцепились в торговой войне Китай и США, а весь остальной мир страдает от повышения цен на электронику. Говорили же, раньше было лучше. Не могли и дальше картошку в огороде выращивать. Но у этой независимости была и обратная сторона. Так как не было необходимости обучаться новому, и не было инфраструктуры и коммуникаций, из года в год сельская семья повторяла заветы предков, воспроизводя их беспрекословно. На месте одной семьи возникало новое поколение, которое по сути являлось точной копией предыдущего. Семьи того времени мало чем отличались друг от друга. Но человеку необходимо придавать важность своим деяниям, иначе зачем все это нужно? Так появились семейные традиции, которые нарушать было греховно. Казалось, мир будет таким вечно, но тут постучалась индустриализация. Многие смотрят на индустриализацию, как на кучу мегазаводов. Но индустриализм – нечто большее, чем дымящиеся трубы и поточные линии. Это богатая, многосторонняя социальная система, касавшаяся любого аспекта человеческой жизни, и нападавшая на любое проявление прошлого, связанного с первой цивилизацией. Помимо заводов, она снабдила ферму трактором, офис, пишущий машинкой, кухню, холодильником. Она же создала ежедневные газеты, кинотеатры и метро. Она подарила нам кубизм, она принесла с собой типовые задания и металлический стул с кожаным сидением, сидящие забастовки, витаминные таблетки и увеличила продолжительность нашей жизни. Она сделала универсальным наручные часы и избирательные урны. Ещё более важно то, что она связала всё это вместе, собрала отдельные компоненты, как собирают машину для того, чтобы создать самую могучую социальную систему, равную которой мир ещё не знал. Все эти дары второй цивилизации стали возможным после одного важного изобретения. Рынка. На протяжении первой цивилизации количество базаров было ничтожно, поэтому для большинства людей производство и потребление сливались в единственную функцию жизнеобеспечения. Раньше даже не было такой категории, как потребитель. Вторая эпоха резко изменила ситуацию. Вместо самодостаточных по существу людей, она впервые в истории создала такую ситуацию, при которой подавляющее количество всех продуктов, товаров и услуг стало предоставляться для продажи или обмена. Она действительно смела с лица земли товары, производимые для собственного потребления, то есть для использования тем, кто их произвёл и создала цивилизацию, в которой почти никто, в том числе и фермер, не является больше самодостаточным. Каждый человек стал почти полностью зависеть от товаров или услуг, производимых кем-то другим. А этот другой может находиться не то что в другом селении или городе, а даже другой стране. Успех работы стал зависеть от тщательно спланированного совместного поведения тысяч широко разбросанных людей, многие из которых и в глаза не видели друг друга. Невыполнение каким-либо крупным сталелитейным или стекольным заводом поставок, необходимых для автомобильного предприятия, может пошатнуть экономику целого региона или даже страны. Такое высокое требование к синхронизации было чуждо вчерашним крестьянам. Старые собственники предприятий сокрушались, что их рабочие безответственны. Они мало заботились об эффективности предприятия, отправлялись на рыбалку тогда, когда они были особенно нужны, предавались грубым развлечениям или паянствовали. Они просто не понимали своей роли в общем процессе производства или неисправной работе, вызванных их безответственностью. Кроме того, поскольку большинство из них получали ничтожные зарплаты, у них не могло быть сильного желания волноваться о своей работе. Поэтому второй цивилизации требовался институт, который будет подвергать механической обработке молодые поколения людей, готовя из них податливую, унифицированную рабочую силу, в которой нуждались поточные линии на производстве. Именно индустриализация создала повторяющийся труд, который дегуманизирует трудящегося. Небольшой шаг в сторону. В 19-20 веках Фредерик Тейлор зафорсил систему рационализации трудовых движений. Абсолютно любой заводчанин, и, как окажется потом, любой работник вообще, работает по его принципам. Он заявлял, что «любой шаг работника можно стандартизировать, что существует один единственный, лучший, стандартный способ выполнения каждой отдельной работы, лучшее средство его выполнения за лучшее время ее выполнения». Ну что, вспомнили свои нормы, планы и скрипты? А за сотню лет до этого Адам Смит описывает классическую булавочную мануфактуру, где рабочий старого образца, единолично совершая все операции, может произвести от 1 до 20 булавок в день. Невероятный разбег в результате. Но когда изготовление булавки разбили на 18 операций и нагнали 10 специалистов, то все вместе они могли произвести более 48 тысяч булавок, то есть 4 800 на брата. Неплохо, по сравнению с до 20. Такая эффективность достигается из-за того, что человек становится специалистом своего дела, своей одной и трех операций, и не захламляет голову смежными знаниями. Вспомните популярное выражение, что мы всего лишь винтики в системе. Сейчас я его раскрою. Особо впечатлительным просьба удалиться от экрана. Сложно представить, но даже автомобиль когда-то собирали 18 операциями. Но в 1908 Генри Форд внедрил принципы рационализации труда по аналогии с булавками. И на ту же самую модель Ти уже требовалось 7 882 различные операции. И самый сок. Как видел сам Форд процесс сборки. Из этих 7882 специализированных работ для 949 требовались сильные, здоровые и практически совершенные в физическом отношении мужчины. Для 3338 были нужны мужчины с обычной физической силой. Большую часть оставшихся могли выполнять женщины или подростки. И мы обнаружили, что 670 могут быть выполнены безногими мужчинами, 2 637 – одноногими, 2 безрукими, 715 – однорукими и 10 – слепыми. Короче говоря, для специализированного труда требуется не весь человек, но лишь его часть. Едва ли можно предложить более наглядное свидетельство того, до какой жестокости слэш-рационализации может довести чрезмерная специализация. Ставь лайк, если успел закончить специалитет. В обществах второй эпохи стандартизировалось всё. Стандартные тесты использовались для определения пригодных к работе людей. Во всех областях промышленности были стандартизированы нормы оплаты, так же как и дополнительные льготы, перерывы на ланч, праздники и порядки подачи жалоб. Для того, чтобы подготовить молодежь к вступлению на рынок труда, специалисты по образованию создали специальные программы. Получило распространение тестов с возможностью альтернативы выбора. Масс-медиа тем временем распространяли стандартизированные системы образов, и миллионы людей читали одни и те же рекламы, одни и те же новости, одни и те же рассказы. Подавление языков меньшинств центральным правительством в сочетании с влиянием СМИ привело к практически полному исчезновению локальных и региональных диалектов и даже языков, такие как валийский и эльзасский. Стандартный американский, английский, французский или русский вытесняли и заменяли нестандартные языки. Разные части страны начали выглядеть совершенно одинаково, подобно рассеянным повсюду типовым газовым станциям, афишам и домам. Принцип стандартизации наложил отпечаток на все аспекты повседневной жизни. Более того, семьям была необходима мобильность, ведь в отличие от первой цивилизации, им нужно было ехать в город в поисках лучшего контракта, а огромная семья старого уклада со всеми поколениями под одной крышей была какой угодно, только не мобильной. Поэтому некогда большая семья уменьшилась до необходимой эпохи размеров – родители и пара детей. Семья стала нуклеарной. Воспитание взяли на себя школы, которые с раннего возраста учили детей приходить в школу ко звонку. Звонок же был сигналом к перерыву, чтобы впоследствии выпускники работали от звонка до звонка. Заботу о пожилых взяли на себя престарелые дома, и это было необходимо, ведь у родителей не было времени не только на семью, у них не было времени даже на себя. Не зря появились медицинские институты. А мы до сих пор рассматриваем здоровье как продукт, предлагаемый врачом и чиновникам здравоохранения, а не как результат разумной заботы о себе самом. Была организована жизнь, чтобы мы не грузили себя лишними знаниями. Наша задача – выполнять план, как и подобает высококлассному специалисту. Тогда появилось, так нелюбимое многими, с 9 до 5. Более того, тогда распространились единые мироизмерения, да даже привычный нам календарь. За нас придумали даже развлечения. Все лучшие телепрограммы запускали в самое правильное время. Ровно тогда, когда рабочий вернется с завода. Появился Прайм Тайм. Миллионы людей по всей планете массово смотрели одни и те же образы. Потом также массово отправлялись в кинотеатры. В 1871 году Джордж Хантинген Хартфорд создал первый в мире розничный магазин, который окончательно стер индивидуальные заказы условных сапожников прошлого. И закрепил в основании массовое распределение товаров. Массовая торговля стала столь же привычным и основным компонентом всех индустриальных обществ, как и машины. Дети начинали и заканчивали учебный год в одно и то же время. Больницы одновременно будили на завтрак всех своих пациентов. Транспортные системы сотрясались в часы пика. Везде семьи поднимались одновременно. Ели в одно и то же время. Ехали на работу, работали, возвращались домой. Отправлялись спать, спали и даже занимались любовью. Более или менее в унисон, как и вся цивилизация. Весь мир был похож на единый мегазавод. В самом начале выпуска я вбросил три вопроса. В лоб был отвечен только последний. В принципе, уже можно самому додумать ответ на первые два, но... Пишите коммент в описании, если хотите продолжение на эту тему. Там, поверьте, много чего можно рассказать. Если понравился выпуск, зацените недавний видос «Есть ли предел у прогресса». Он на очень похожую тему, так что вкатывание обеспечено. Ссылка будет в описании. Кто спрашивал, есть чё почитать, записывайте. Элвин Тофлер «Третья волна». Эта книга легла в основу этого выпуска. И, конечно же, сотни страниц концентрированной инфы не уместите в несколько минут. Поэтому рекомендую ознакомиться с этой книгой самостоятельно. Или можно написать коммент, мол, Гэп, давай видос по книге Тофлера. Суть в том, что старина Тофлер смотрит на цивилизацию через призму трёх волн. Аграрная, индустриальная и информационная. Третья волна. И в отличие от других авторов, этот мужик собирает по пазлам целую картину. Целое произведение искусства о нашей жизни. То есть он не просто говорит, что сначала люди работали на земле, потом на заводах, а сейчас на компьютере. Он увязывает сюда жизнь и быт людей, их досуг, отношения и приправляет всё политикой. И для кого-то инфа из выпуска могла устареть. Для другого в самый раз, а третий замрёт от удивления. Дело в том, что эти волны непоследовательны и всеобъемлющие. Они существуют одновременно в разных местах. Например, племенам Папуа в Новой Гвинеи ещё только предстоит пройти первую волну. И даже если вы из себя такой прогрессивный урбанист, то это не значит, что рядом с вами, возможно даже в ваших привычках, не осталось первой или второй волны. Если хотите поддержать наши выпуски и, может быть, даже получить доступ в чат с интересными людьми, к слову, там почему-то большинство айтишники, то переходите по ссылке на Патреон. За вашу поддержку мы предусмотрели награды. Кликайте и читайте. А сейчас мы благодарим действующих гэпников, героев, консулов и магистров за поддержку. Отдельная благодарность иллюминату нашего ордена Давиду Большову. Мы благодарны третьей волне, что можем найти благодетелей, которые готовы вкладывать в наше производство. Внизу под видео есть отличное место, где вы можете высказаться на всё по этому выпуску, ответить на неотвеченные вопросы и просто написать, что гэп уже не торт. Увидимся на следующей встрече. Субтитры сделал DimaTorzok